В течение лета российские вузы утвердят образовательные программы и стандарты для перехода на новую национальную систему высшего образования. Реформа состоит в том, чтобы взять все лучшее от двух систем образования – советской и действующей сейчас – балонской. Соединить фундаментальность советской системы с гибкостью балонской. Так уже с нового учебного года начнется постепенный отказ от бакалавриата. Его Россия ввела, присоединившись к балонской образовательной системе, принятой в Западной Европе и США. Теперь же на смену бакалавриату и специалитету в вузы возвращается базовое основное образование, что ближе к советской системе. Однако есть и важное отличие от нее. На освоение разных профессий студентам теперь будет отводиться разное время. Чем сложнее специальность, тем длительнее обучение. В этой логике строятся программы, допустим, пятилетние, как химик-технолог, ориентированные на совершенно конкретные компетенции, конкретное трудовое место. Второй запрос – это ускоренный выход на рынок. Например, программная инженерия, вот в сфере IT, они очень хорошо конструируются. Программа любой профессиональной школы – это подготовка, например, и получение микроквалификаций, позволяющих уже работать после второго курса. Или третий тип запроса – это запрос на сложные виды деятельности, связанные с технологическим суверенитетом. Ну, например, биотехнологии, генная инженерия. И здесь комбинация междисциплинарных компетенций требует шестилетнего обучения. Пока эксперимент реализуется в шести ведущих вузах России, в том числе в Томском госуниверситете. Его ректор называет новую систему образования более ориентированной на реальные потребности экономики в специалистах. Важный момент – это то, что ориентация на массовое образование, которое в баллонском процессе присутствовало, явно привела к некому выхолощиванию сути и содержания подлинного сложного образования, которое требуется в нынешнюю технологическую эпоху. И в этом плане модель наша должна восстановить этот перекос и добавить все-таки базовой фундаментальной подготовки, которая сегодня является основой для построения любых профессиональных траекторий в таком сложном, неопределенном мире. КОНЕЦ